Добраться до Арктики очень тяжело, а погодные условия могут разрушить все планы еще до начала путешествия. Инженеры хотят послать на полюс армию, чтобы помочь ученым. Армию роботов. Это можно назвать сопутствующими повреждениями. Если выйдут из строя, ничего страшного, зато есть ценные информации. Айана Ховард разрабатывает автономных роботов, которые могут заменить передвижные метеостанции. Смеряя влажность, температуру и скорость ветра. С этими данными ученые смогут давать более точные прогнозы, например, о таянии льда. Ученые смогут получать информацию в любое время, а значит, создать более точную модель. Чем точнее модель, тем лучше специалисты могут разобраться в детях. Разумеется, инженеры хотят обеспечить безопасность своим роботом, но в арктических условиях это не так просто, особенно если управлять ими из Атланты. Во-первых, это очень далеко, во-вторых, там значительно теплее. После долгих обсуждений инженеры пришли к выводу, что этот робот должен быть на плоских платформах, имитирующих снегоступы. Первоначальная проблема, с которой мы столкнулись, это хрупкость этих опор. Как видите, мне не составляет труда опогнуть их или повернуть, как я хочу. Нужно было что-то менять, чтобы робот передвигался лучше. Эти пластинки постоянно проваливались под снег, а они должны были касаться только поверхности. Следующая версия — робот на основе снегохода. Это вторая версия снежного робота. Он базируется на шасси от обычного снегохода. Мы рассчитываем, что робот на лыжах не будет проваливаться под снег, а сила трения заметно увеличится. После нескольких тестов... Сейчас он забирается на гору. Они тестируют роботов на леднике Мэнденхолл. На лязке. Для робота выбрали сложный маршрут, пролегающий среди льда и глубоких трещин. Трещины обычно уходят очень глубоко. Сначала ты наступаешь ногой, а потом проваливаешься под снег с головой, вот и всё. Поэтому мы всегда используем палочки, чтобы проверять плотность снега перед собой. Ведь чаще всего трещины отлично замаскированы. Даже если область выглядит ровно, под снегом может скрываться угроза. Их труды были вознаграждены. Второй прототип был гораздо лучше первого. Но работы продолжались, и через 12 месяцев в Аляску отправились уже улучшенные сноумобили. Это был успех. У нас не только были три отлично функционирующие модели, но и возможность построить полную карту ледника благодаря собранной информации. И вот окончательный вариант. В задней части аппарата расположена подвижная часть. Она настолько мощная, что позволяет роботу перемещаться по всем, даже обледенелым сугробам, и при этом не переворачиваться. Спереди установлена система видеонаблюдения, которая позволяет роботу распознавать ландшафт и выбирать себе наиболее оптимальный маршрут движения. Сзади также установлен GPS-передатчик, с помощью которого на нашу базу передаются информации об изменениях погоды и координаты машины. Внутри находятся мозги робота. Мы постарались защитить электронику, все-таки мы в Арктике. Здесь очень много снега, который может превратиться в воду. Но это еще не все улучшения. Мы сменили аккумулятор, он был слишком тяжелый. Главное качество, которым должен обладать наш робот, долгий сок службы. Они должны работать без подзарядки большое количество времени, поэтому выбор аккумулятора был крайне важным, если и не ключевой. Кроме этого, мы хотели увеличить габариты модели, потому что наша техника занимает слишком много места, и еще она тяжелее. А Яна уверена, что настанет день, когда на полюсе будет целая армия таких роботов, и кажется, ей нравится играть в машинки. Я очень люблю игрушки. Например, я покупаю машинки, чтобы проводить какие-нибудь эксперименты. Здорово, что я могу заниматься тем, что люблю, и приносить пользу людям.